привет друзья сегодня вторая часть видео в нашем замечательном роботе который нам служит верой и правдой давайте попробуем сегодня его немножечко обслужить немножечко обслужить потому что все таки он почти год трудится не покладая своих щеток нам приехал давайте временно отбазируем нам приехал такой мини комплект если вот эту щетку я делал самостоятельно эта щетка для румбы я проплавлял в ней шестигранички то здесь эти щетки уже должны быть прямо под сиоми они загнутыми концами то есть вы как вы можете видеть они немножко отличаются сейчас мы перевернем посмотрим давайте начнем с самого элементарного да есть в принципе с отзыва что касается давайте так в общем что касается этого пылесоса прошлое видео собрало довольно большое количество негативных лайков которых люди писали что ой все выкинутые деньги нам не понравилось он там не убирает ребята я вам напоминаю вот эта штука это не про уборку это поддержание чистоты это сбор шерсти пыли сбор стекол если вы что-то разбили для поддержания отлично но не для уборки если вы рассчитываете что вы купите вот это устройство и у вас будет прям идеальная чистота и будет справляться за всех вы знаете такие же отзывы в принципе о пылесосах которые с водной уборкой они не делают влажную уборку в том понимании как это делается шваброй они просто развалкивают они немножко увлажняют помещение не более того и как правило растаскивают за собой грязь вот поэтому это немножко не то вы должны понимать о четко понимать назначение данного устройства то есть что она может и для чего она может использоваться в данном случае я уверенно вам говорю что данное устройство просто жизненно необходимо тем у кого в доме есть животные если у вас нету ковров если у вас твердое покрытие напольное и вас есть животные это потрясающая вещь потому что у меня сейчас линяет это можно с ума сойти контейнер постоянно полной шерсти поэтому ребята для уборки шерсти и уборки пыли повседневного поддержания еще раз акцентирую ваше внимание поддержание чистоты потрясающая вещь так теперь что касается контейнера сейчас на контейнер с вами дай бог памяти как фильтр вытаскивается я не помню уже контейнер мы сейчас помоем приведем в порядок это немножко мы модернизировали фильтр для того чтобы он дольше служил это один слой марли от марлевой повязки все хорошая вещь фильтр как вы видите родной я вам сейчас покажу сколько пробежал этот пылесос фильтр в хорошем состоянии его мыть нельзя пока фильтр не заказывал он еще рабочий что мы видим самом пылесосе изнутри немножечко сейчас нам пригодится наш дайсон ну давайте пока мы это оставляем в стороночку видите немножечко он потертый у меня он заскакивает на стол поэтому снизу он немножко видите покоцаны это следы от того что была влага давайте достанем основную щеточку вот это все надо чистить видите елка прошествия нового года так значит что с этой щеткой она еще вполне нормальная щетка но как вы можете видеть она немножечко по износилась уже кое-где порвалась она более пышная чем новая щетка но в принципе в любом случае они в запасе продавец обещал что это оригинальная щетка но что-то мне подсказывает что она не очень оригинальна я думаю что далеко она от оригинала не ушла но суть не скажем так вот так да правильно поэтому щеточку пока в сторону вот это надо срезать видите проблему длинные волосы это все надо срезать это все наматывается более того когда наматываются волосы вот так вот на щетку они загибают ворс и ворс перестает доставать до пола соответственно качество уборки уменьшается и многие могут в том числе из-за этого еще страдать потому что он ничего не убирает а потом достает щетку а щетка вся замотана она по сути не достает до этого самого до пола что касается вот этой боковой щеточки давайте и открутим что касается боковой щеточки то нужно не забывать что он иногда она имеет свойство уходить защиту если робот где-то уперся достаточно серьезно вот она бывает от может отключиться и он ездит пылесосе но боковая щетка стоит для этого нужно его остановить и заново запустить и она начнет крутиться вот наша с вами задача поменять щетки почистить пылесос вот обратите внимание насколько отличаются щетки да видите вот это однозначно лучше потому что она загнута вверх и она будет реально мести потому что вот эти щетки они конечно и ворс здесь более жесткий вот эта щеточка от румбы и как вы видите пропаивал я дырочку сам эти щетки уже готовы давайте приступим так щетку мы сразу убираем вот это барахона нужно будет сейчас каким-то образом отмыть оттереть ну собственно будем собирать друзья как вы можете видеть большинство вот этой тех черных полос это не так все страшно это на самом деле обычная пыль если робот где-то чуть-чуть нашел влаги он ее размазал по днищу по щетке и таким образом у нас пыль садится и образуют вот эти черные полосы ничего страшного нету как вы видите он довольно уже чистенький можно конечно заморочиться и это отмыть но я смысла не вижу теперь нам нужно почистить датчики для того чтобы он у нас правильно ездил и обнулить его потом в приложении я покажу как это делается это нижние датчики нам нужно еще боковой протереть раз найдем палочку значит следите за состоянием вот этого манжета потому что манжет очень серьезная вещь которая если порвется у вас пылесос потеряет мощность а вот заменить его насколько я помню проблема поэтому вот этот вот манжет клеенчатый за ним нужно приглядывать также нужно обязательно почистить вот это колесико может быть даже смазать его потому что вот это колесико дает противный скрип при везде пылесоса вот поэтому за ним тоже следите сейчас мы его вытрем поставим на место и будем собирать чуточки я как вы видите давно не делал эту чистку но рекомендую в зависимости конечно от загруженности работы но желательно хотя бы раз в месяц наверное проводить подобное мероприятие для того чтобы он служил то что называется верой и правдой вот я нашел сейчас одну проблему начала отрываться силиконовая резинка не знаю подлежит ли на замене по моему вот эта рамка есть на алиэкспресс мы закажем вот что касается замены щетки одну щетку мы с вами поменяли вторую щетку мы оп стала на место как родная она не должна как вы видите она не должна затирать она должна прекрасно повторять форму потому что вот эта щетка она более прямая такая ну кстати вот эта щетка гребет намного лучше так ну собственно то что касается верхней части все в порядке сейчас моем контейнер ставим на место покажу вам сколько он пробежал и как сбросить данные и так друзья вот мы с вами и обслужили наш ми робот я считаю что это замечательное устройство вот честно кто бы мне что не доказывал я думаю что все зависит от того как им пользоваться вы видите у нас вот они старые щеточки ребята отличная вещь вы видите сверху натерся без проблем значит бампера у нас сожили стали более вменяемого цвета мы почистили вот этот вот датчик вот значит что касается что касается его пробегов вот вы можете что-то не то не обновляется 6 секунду обновим как оказалось пылесос без базы не хочет подключаться вот что касается пробегов наработал 222 часа пробежал 12 квадратных километров почти 600 уборок поэтому километраж очень приличный поэтому щеточки нужно менять это уже третья была щетка вот эта маленькая это третья щетка вот эту щетку мы первыми что касается ухода вы видите он нам напоминает фильтр боковая щетка основной щеткой датчики датчики мы с вами почистили так основную щетку мы поменяли так боковую щетку мы с вами поменяли если они в полном нормальном состоянии рабочим то в принципе их не обязательно менять вы можете просто обновить то же самое у нас с фильтром фильтром с нормальном состоянии я уже заказал новенький хэппу который можно мыть но это тоже еще вполне побегает итак мы с вами обновили вы видите на сто процентов у нас все показатели наш пылесос замечательный абсолютно готов к работе к построению карты и так далее видите не поставил мусорный контейнер и нам робот не хочет ехать убирать поэтому сейчас высохнет контейнер и погнали в работу друзья еще раз повторюсь прекрасная вещь замечательная но не требуйте от него слишком много поэтому приобретайте только в том случае если ваши цели совпадают скажем так с возможностями данного устройства я очень доволен устройство прекрасно и по крайней мере в нашем доме оно очень нужно все у меня друзья знакомые которые купили очень довольны этим устройством не знаю чем вызвано негативное отношение к данному пылесосу или в принципе к роботам пылесосов людей в интернете ну наверное просто может быть какой-то негативный опыт либо просто завышенные ожидания от данного небольшого устройства вот друзья итак видео затянулось собственно говоря все что хотел показать ставьте лайки подписывайтесь на канал всего вам хорошего пока